Русские новости Русские новости Лидер партии, кого же должна поддерживать партия на выборах как не партийного кандидата, председателя партии Зюганова И вот этот уже старец, у которого ум за разом то и дело заходит Человек, который пропитан предательством все предшествующие годы Сдавший Ельцину свою победу в 1996 году Объявляет, что он снова пойдет на выборы То есть вот эта развалина политическая с нулевым рейтингом среди некоммунистов Снова пойдет на выборы Получит свои 10%, может быть даже 5% И на этом удовлетворится, потому что ему, как я понимаю, пообещали продолжение политической судьбы его партии Которая уже, как следует из этого факта, интегрирована в ныне действующую власть И только морочит головы своей коммунистической символикой, своей риторикой Это просто обман То есть коммунистическая партия Российской Федерации как была обманом Источник ее существования, это КПСС и советская символика, так и осталась И коммунистическая партия Российской Федерации фактически является пособниками ныне действующего оккупационного режима Это такие же самые полицаи, как и все остальные парламентские партии Поэтому я считаю наши переговоры с помощником Зюганова со стороны РНФ, один из переговорщиков был я, законченными Как я считаю коммунистическую партию партии законченных подонков, которая вновь будет играть по тем же партийным сценариям А Кремль принял очень простую тактику Как можно больше инициатив, как можно больше кандидатов И на фоне всех этих кандидатов Путин, который не будет вообще вести никакой избирательной кампании, будет объявлен Вновь президентом и еще на 6 лет нас будут терзать, как только могут Конечно, реформы никуда не уйдут, они все равно настолько жизненно необходимы И очищение госаппарата от путинского варья настолько необходимо, что это, конечно, произойдет Но еще 6 лет мучить нашу страну Вот на что нас обрекают коммунисты, вместо того, чтобы взять и выдвинуть кандидата, который удовлетворил бы всех И коммунистов, и антикоммунистов, есть такие люди И вот, в частности, Юрий Болдырев вполне мог быть таким кандидатом Мог быть и кто-то другой Можно было бы поискать, выдвинуть целую когорту Потом посмотреть, кто из них наиболее перспективен По крайней мере, на чье имя лучше отзывается избирательная среда Но нет, коммунисты этого делать не захотели Они в качестве подарка от ныне действующей власти имеют возможность без сбора подписей выдвигать свою кандидатуру Ну а тем, кому позволено будет собирать подписи и кого пропустят на эту избирательную кампанию Ну есть такие люди, да Я не сомневаюсь, что кого-то из куста Навального выдвинут непременно Ну нужен же какой-то скандал, нужен шумгам и так далее Степан Сулакшин уже не скрывает, что он будет выдвигаться Почему-то он решил, что он какое-то воздействие на патриотов имеет Так я думаю, что он никакого отношения, ровным счетом, к русскому движению, к патриотам, к национал-патриотам не имел Всегда жил при Ельцине, потом при Путине, при Якунине И на эти деньги он собирается провести избирательную кампанию кандидатов президента России Я лично отказываю ему в доверии Кому это очень интересно, сейчас, конечно, побежали туда, где деньги, туда тянутся всякие гражданские активисты Ну как, вот к нам приходят, говорят, да оказывается, у вас же денег нет, что же вы нам голову морочите, мы лучше пойдем там, где они есть Ну идите, граждане, идите, пожалуйста, ну дальше только как к вам относиться-то Тоже как к предателям, как к полицаям И таких кандидатов будет много И на их фоне Путин будет смотреться такой скалой, которая вообще недвижно и не реагирует ни на какие раздражители А вы между собой тут рубитесь, скандал на телевидении Хай такой же, как был в последний раз на парламентских выборах Вот и все, вся политтехнология Ну нарастают протесты Нарастают протесты, если ты не можешь их подавить, то ты можешь их возглавить, правильно? Ну с одной стороны направили на возглавление Демшизу Ельцинского призыва Так чтобы все это опорочить и превратить в какой-то дурной спектакль Это вот Навальнисты, 27 мая они возглавили шествие против реновации И там другие протестные движения И другие, я подумал, может быть вот другие Как-то собирают более адекватную публику, более адекватными методами И действительно имеют какие-то цели все-таки за пределами своей общественно-политической шизофрении Поэтому сходил с несколькими соратниками на митинг, который был на день раньше, 27 мая И проходил на Суворовской площади Я тоже подумал, загнали на Суворовскую площадь Может быть это все-таки оппозиция Потому что именно туда оппозицию всю и сталкивают это либералам Отдают центр, проспекты и так далее А оппозицию туда вот сметают как мусор Нет, оказалось, что именно для этого все и сделано Чтобы смести как мусор все это протестные движения Я заранее увидел там некоторые фамилии среди организаторов мероприятия Так называемые «Заклятые друзья Великой России» И посмотрел некий там Георгий Федоров Я не стал особенно интересоваться Из общественной палаты Узнаю, что в общественную палату крайне редко попадают вообще просто приличные люди Не то чтобы люди без страха и упрека А хотя бы просто приличные люди Ну поэтому каверза какая-то есть В голове я подумал, Георгий Федоров, ну-ка дай-ка я с ним свяжусь И там в Фейсбуке он как-то резко откликнулся Но началось сразу все с шизофрении И дальше мне стало понятно, что это подставная фигура И ее именно для этого и поставили Чтобы превратить движение граждан в защиту своих прав, в защиту собственности В защиту своих сбережений и так далее Все протестные формы превратить просто в мусор Георгий Федоров, откуда он взялся? Во-первых, его профессия – политтехнолог Хотите вы в качестве лидера иметь политтехнолога? Я обращаюсь к гражданам Москвы, не то чтобы к русскому движению В качестве политтехнолога вам нужен такой вот руководитель Который, ну какими только подлостями не занимался Несколько созывов в Государственной Думе Он был помощником депутата и обеспечивал депутатов услугами политтехнологическими То есть организовывал избирательные кампании Ну вернусь к тому, почему я решил, что шизофрения Я ему спокойное письмо написал так и так, что надо структурировать людей Потому что они устанут от мидингов, перестанут ходить Никаких результатов все равно не будет Вы не добьете, что надо создавать структуру Но он мне ответил так, что, во-первых, русского движения никакого не существует Это он так считает Так вот, сразу с места в карьер С человеком, который ему говорит, что надо с национал-патриотами как-то Заводить отношения, взаимно усиливаться, поддерживать Он тут же говорит, что о вас не существует Второе, он, вспоминая о Великой России, вот ровно так же, как заклятые друзья говорили За вашими черными шинелями никто не пойдет Кто ты такой, чтобы судить, куда пойдет И что такое черные шинели вообще И являются ли черные шинели символом русского движения Или нашей партии Великой России И потом он мне говорит, я на улице работал, пока вы там сидели в Государственной Думе Этот прохиндей, я теперь уже совершенно откровенно говорю, что Георгий Федоров, это прохиндей, который специально поставлен кремледью Для того, чтобы убить протест граждан Москвы против реновации Ну и там и другие протестные группы, которые он будет подбирать Почему? Как он оказался в общественной палате? Я специально поинтересовался Ну раз это Мурло, ну посмотрите на эту физиономию Я сразу начинаю как-то реагировать на внешний параметр Когда вижу, что имею дело с подлецом Ну все, лицо, если общение выявляет подлеца Смотрю на морду лица, действительно подлец Он появился в общественной палате Как бы выдвинут неким общественно-политическим движением О котором подавляющее большинство и не знает Это движение называется «Реформы. Новый курс» Для тех, кто не знает, сообщу, что это движение Некоего шумейка, ельцинского прихлебателя Одного из подонков 93-го года Который после этого в течение двух лет был представителем Совета Федерации А потом как-то где-то очень тихо служил в политике И наслужил себе немалые капиталы Потом вот было создано это движение И от него, якобы это движение имеет какой-то статус Какие-то полномочия От него вот Георгий Федоров оказался в общественной палате Ну кроме как негодяя это движение выдвинуть не могло Это движение ельцинистов, которые ищут свою политическую нишу И Георгий Федоров сам создал свое движение, своего имени Ну как-то вот он в политтехнологах, видимо, засиделся Решил, что сам знает, как все это делается И будет все это делать И создал движение «Гражданская солидарность» Съезд прошел под патронажем лжеродины имени господина Журавлева Который является плотью от плоти единой России и партии Путина Вот так уж получилось Человек вроде выступает там за разумное, доброе, вечное Пытается возглавить протестные движения в Москве Выступает против Собянина А на поверку оказывается просто подстилка единороссов Вы хотите себе такого лидера? То есть который вас на старте уже обманул несколько раз Он обманул вас как член общественной палаты Он обманул вас как лидер некоего фальшивого движения Под патронажем другого фальшивого движения Или там фальшивой партии, которая вас обманывает То есть груда обмана в результате превращает вас действительно в политический мусор Вы приходите на митинг, который специально именно так и организован, что вы там никто Молодежи там нет вообще Там есть какие-то протестные группы, которые между собой не знакомятся Которые своими плакатами стараются закрыть все, стараются себя показать Вы не можете ничего сделать, ничего добиться на этом митинге Я послушал, речи правильные, они доходят до момента отставки Собянина Совершенно правильно, ни одного Собянина, все его команды Обращение к Путину это конечно нелепость Следующий шаг это требование отставки Путина со всей его шайкой В которую включен Собянин и его шайка Это правильное действие, но это уже политические требования Они требуют политической самоорганизации, а не только требования долой реновацию Конечно долой, но реновация будет остановлена только вместе с Путиным и Собяниным Если оба эти фрукта политических упадут с дерева и сгниют Вот тогда все будет нормально Если нет, то вы просто будете шелестеть своими плакатами и проводить митинги И ходить за вот этим подлецом Георгием Федоровым Который будет обслуживать интересы не ваши, не ваши Он будет из вас делать дураков Я еще одно заметил, митинг очень дорогой, очень дорогой Только одно звукоусиление и шатер, из-под которого выступали все вот эти митинговые ораторы Стоит бездну денег Мы столько денег, вот наше политическое движение, наша партия РНФ, Русский национальный фронт Мы никогда не имели Мы обычно подгоняли бортовую машину, ставили звукоусиление И все у нас получалось хорошо, мы знаем, как это проводить Но здесь все сделано Ну представьте себе, человек полтора-два десятилетия работает политтехнологом Он не знает, как проводить митинги Я думаю, что не знает, потому что никогда и не проводил Или если проводил, то только чтобы что-то сорвать В данном случае, я думаю, была целенаправленная деятельность По срыву протестного движения По тому, чтобы завести его в тупик Радикализовать его раньше времени Не делать никаких структур Создать какой-то совещательный орган Который в свое время, это технология начала 90-х Провозгласить себя лидерами Какое-нибудь там совещание Ни перед кем никакой ответственности То же самое делает Навальный Есть я, любите меня Никакой структуры Никакой взаимной ответственности Никакого выращивания лидеров общественно-политического движения Ничего этого нет Это действия намеренные То есть, чтобы ушло все в свисток Никакой структуры не образовалось Вот, я думаю, это два важных, два важнейших момента Которые произошли в последнее время А теперь немножко к другим новостям Продолжаются протесты дальнобойщиков Их хватают В позапрошлое воскресенье Схватили более 10 дальнобойщиков Вменили им сопротивление Неповиновение законному требованию сотрудников полиции И организацию несанкционированного митинга Если ты где-то протестуешь То тебя тут же определяют Что-то несанкционированное Что-то противозаконное И тебя не просто тебе замечание сделать А именно надо задержать Задержать, оштрафовать Продержать там в кутузке День, два или хотя бы до вечера Все это действия противозаконные То есть, все действия В Москве или в других регионах Так называемой милиции общественной безопасности То есть, вот этой уличной милиции Которая воздействует на граждан Которые находятся на улице И пытаются что-то выразить Как каким-то образом свое мнение Это сплошной поток беззакония Мы должны четко знать Что первыми в тюрьму Должны пойти руководители этих служб Везде, в регионах В Москве, в первую очередь То есть, на завтра После русской революции Эти люди должны быть арестованы И уже из тюрьмы Они не должны выйти никогда Они должны остаться там навечно Потому что их негодяйство подтверждено Сотнями, тысячами эпизодов Их даже не особо интересно рассматривать Вся деятельность этой структуры Вся ее деятельность преступна Как и Центр противодействия экстремизму Кстати, тут в Брянской области Арестовали двух бандитов Которые оказались сотрудниками ЦПЭ Спасибо, поздравляю В МВД царит покой и порядок Поздравление Колокольца У которого организуют все это безобразие И обслуживают интересы нынешней олигархии Вовсе не закона Вот беспредел на Кубани я смотрю Участника тракторного Марса Задержали в Краснодаре Сергея Пленкина И во время одиночного пикета Он развернул плакат Когда мимо проезжал кортеж Президента Российской Федерации Боже мой, конечно, надо арестовать Оказывается, одиночные пикеты у нас по закону разрешены Но некто считает, что нет, они не разрешены Потому что как же Путин проезжал Нельзя ему показывать даже одиночный пикет И это нарушение В станице Казанской, Кубанской станице Сейчас беспредел демонстрируют правоохранители Причем явно и бесцеремонно Пишет один из комментаторов в интернете Судите сами В Казанской сейчас под арестом находится Фермер Алексей Волченко Которого задержали 24 марта за неуплату Как говорят его друзья Мартовских алиментов Да, за алименты в тюрьму После него возбудили уголовное дело Против фермера Олега Петрова Обвинив его в мошенничестве В особо крупных размерах Обыскав его дом С фермерами из Казанской Особый случай Они посмели проводить какие-то акции Тракторные марши Защищать свое право на землю И результаты своих трудов Бывало ведь и так, что фермер отсеялся А урожай снимает кто-то другой Потому что суд решил, что фермер Незаконно пользовался землей Как правило, землей Какого-нибудь известного Кубанского латифундиста Домороченного земельного барона Вот то, что происходит не только в Москве Происходит на Кубани Правоохранители откровенно демонстрируют всем Что посадить могут любого И как легко подвести под уголовку Каждого фермера Был бы только фермер Петров уже объявил голодовку Как доказывать свою правоту Он уже просто не знает Но мы все не знаем Как доказывать свою правоту Потому что суда нет Правоохранительной системы нет Все разрушено, развалено Сначала терроризировали его беременную жену Первое дело в отношении Бородина и Елены Петрова Возбудили еще в январе Шло все том же мошенничество При приобретении права на аренду Земельного участка Сельхозное значение Якобы Бородин Как-то не так провел собрание пайщиков А Елена ему в этом помогала И так далее И так далее То есть идет поток полнейшего беспредела Беспредел Кубанский Беспредел Московский Всюду по стране идет Сплошной беспредел И вы хотите продолжение путинизма Еще на 6 лет То есть через год вы хотите Чтобы все повторилось сначала Или хотите чтобы Шило на мыло сменили Чтобы какой-нибудь Навальный Начал править Так он не изменит эту систему Ни на йоту Ну может быть он потопчет Своих политических противников И ему будут аплодировать Ну или кто-то Навальный я думаю Что это просто обслуживающий персонал Кремля Где он просто включен Так же как вот был включен В избирательную кампанию Собянина И помог ему избраться Ну по крайней мере имитировать Выборы Так и сейчас тоже поможет Путину имитировать Ну кто-то вот такой Такой правдолюбец выскочит И вы за него побежите голосовать Надеясь что он станет президентом Ну представим себе невозможно Станет он президентом Он систему менять не будет Будет такой же беспредел По всей стране Потому что против системы Выступает только Русское национальное движение Все остальные Вписаны в эту систему Либерасты этой системы Совершенно довольны Недовольны только Своим местом в этой системе Они хотят править Точно так же как Путин Вот и все Коммунисты Вписаны в эту систему Все левые структуры Все вписаны Или готовы вписаться Дайте нам только Несколько мандатов Или дайте нам Хотя бы денег Чтобы мы безбедно жили Руководцы продолжали Морочить головы гражданам Только русское движение Действительно выступает Против этой системы И имеет в разработке Полный комплект документов Для другой Для иной системы Мы готовы сотрудничать С другими Националопатриотическими Организациями Коалициями Вообще просто Со здравыми людьми С гражданскими активистами Но только не шизофрениками Вот вроде этого Георгия Федорова Который сразу скажет Что А мне не нравятся Ваши шенели Это наше дело В чем ходить Какую фуражку одевать Какую символику носить Это наше дело Если мы остаемся В рамках закона То Либо не пошли бы вы Со своим мнением Куда подальше Либо Терпите то что есть Мы терпим Ваши глупости Потому что Слышим их постоянно Вы не знаете Элементарного Вы не знаете Политической теории Не знаете определений У вас полный ветер в голове Когда дело касается Русской истории Мы все это терпим А вы уж потерпите То что есть у нас Вот то что мы захотим иметь То мы и будем иметь Это условие Того что мы с кем-то Будем сотрудничать Если вы лезете Со своим свиным рылом В калашный ряд То от ворот по ворот Вам просто дадут пинка Вот если вы готовы К консолидации Мы тоже к этому готовы Готовы кое-что потерпеть Не все Но многое готово Но если как Георгий Федоров Начинаете сразу хамить То значит Эта криминальная морда Должна получить Соответствующие характеристики Я им их сегодня и дал Вот что это тоже Такая же подстилка Ельцинистов Как и все остальные Кто сейчас пытается Оседлать протестные движения Поэтому гражданам говорю Не покупайтесь на это Другие новости Репрессированные дети Большой шум в либеральной прессе В Москве полиция задержала На улице мальчика Который читал стихи Просто скрутили Ибо не можно Закон Никакого закона нет В путинской России Закона нет Московская полиция Извинилась перед отцом мальчика В отношении отца задержанного Полиция ранее составила протокол О возможном неисполнении Обязанности по воспитанию Но он, говорят, будет аннулирован То есть прессанули просто По черному, можно сказать, семью А потом сказали Ой, извините, ну мы аннулируем Но при этом Следственный комитет Начинает новую промерку В отношении уже мачехи Специально педалируют Что это мачеха, это не мать А как будто мачеха от матери Чем-то очень сильно отличается Если бы написали мать Я думаю, что это было бы корректно По крайней мере Нет, вот педалируют Что это мачеха И против нее Будет возбуждена проверка Ее подозревают В применении насилия По отношению к полицейским Ну еще бы Твоего дитя начинают Заламывать Десятилетний мальчик Заламывать его руки Тащить кутузку Как должна мать себя повести Да просто бить Чем под руку попадется Там кирпичом Палкой этих полицаев Ну ей-богу Если бы моего малолетнего сына Скажем полицаи Начали бы крутить Ну я бы просто вступил Здесь в бой Такой, что мало бы не показалось Конечно Против меня бы возбудили дело Я считаю, что своих детей Родители должны защищать Всеми способами Не взирая ни на какой закон Дети выше всякого закона А вот эти подонки В полиции В следственном комитете В прочих правоохранительных органах Они будут нести наказание За свою подлость Вот все эти работники Следственного комитета Которые пояснили Что по данным полицейских Основанием для задержания Стало то, что ребенок Якобы находился на улице В вечернее время Без сопровождения родителей Родители рядом были У ребенка спросили А где твои родители? Вот эти рожи приходят Ну это бандиты Просто спрашивают А где твои родители? Ребенок думает Ёлки-палки Сейчас как же я подставил родителей Я тут стихи начал читать А они сейчас родителей В кутузку потащат Он и не сказал Молодец, правильно парень сделал Так и дети должны поступать За своих родителей Дети за родителей Родители за детей Невзирая ни на какие законы Исполнять требования Вот этих подонков в погонах Да вы что Это будет просто предательство Своей собственной семьи Ни в коем случае И к этому вот еще Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Считает неправильным Участие детей и подростков В протестных митингах Особенно в несанкционированных По ее словам Практику увлечения детей В подобного рода акции Нужно пресекать законодательно Матвиенко считает Что несовершеннолетние Не должны принимать Участие в протестных акциях Особенно в несанкционированных И выступает За законодательный Запрет на вовлечение детей В подобного рода мероприятия А дети у нас Видимо должны быть Полностью в полном подчинении Тех, кто их контролирует Родителей и полицаев Ведь дети подвергаются риску Под угрозой оказывается Их безопасность Это не честно Это цинично Это попрание нравственных И гражданских норм Сказала Матвиенко Самая большая опасность Для детей На самом-то деле Госпожа Матвиенко Это вы сами И полиция Вы являетесь угрозой Для нашего народа Для детей Для родителей Вы негодяи Захватили власть И сейчас издеваетесь Просто над нашей страной И нашим народом Реноваторы-махинаторы Разработкой законопроекта Реновации Занимается бывший Заместитель мэра Москвы Многолетний глава Столичного стройкомплекса Ныне депутат Госдумы От Единой России И глава комиссии по строительству Владимир Ресин Старый еврей Член еврейских организаций Якобы православный Он якобы крестился Это представитель Старого клана Столичных застройщиков Которым этот проект Принесет около Трех с половиной Триллионов рублей Вы хотите заплатить Чтобы заплатила Москва Да Москва-то конечно заплатит Только украли-то у нас У всех украли Потому что в Москве Концентрируется Большинство налогов Так вот они устроили Что в Москве Они просто обожрались Нашими деньгами И теперь они просто спасают Ресинский стройкомплекс Который понастроил Жилье Которое в десять раз Дороже продается Чем стоит Чем по себе стоимости Могла бы продаваться И они его спасают Они хотят купить В три дорогого Этого строительного комплекса То, что не продается На что у граждан Просто нет денег Ах, у вас нет денег Так мы со всех вас Соберем эти деньги И все равно Заставим вас купить И покажем Что это благодетельствование Что мы расселяем Аварийные дома Что мы создаем Новые микрорайоны Замечательную архитектуру Это чистое воровство Вот Ресинское воровство Воспитал Лужков Миллиардера Ресина И этот негодяй Продолжает свою деятельность И обслуживает свой клан В Государственной Думе Ну а спикером Этого законопроекта Стал Николай Гончар Негодяй раз негодяй Ну просто дальше ехать некуда Предал тогда Московский Совет И московских избирателей В 1993 году Фактически уступив Москву Мятежникам И сейчас предал Ну уж так предать Дальше ехать некуда Вот на 3,5 триллиона рублей Нас обчистят Катастроя стоимость Квартир в старых домах В данный момент Резко снизилась Специально для получения Вот этих прибыли А в новых Которые будут предлагать граждан Резко увеличилась Но вы потом попробуете Ее продать По той цене По которой вам ее Якобы подарили Не получится Катастроя стоимость Квартир в старых домах В 2017 году Падает на 24 миллиона Стоимость в новостройках Внезапно тоже В 2017 году Растет От 3 до 7 миллионов Землеотводы Старых домов Внезапно В апреле-май Исчезают И все они становятся Незаконными строениями Согласно Жилищному кодексу Продавать Подарить В них квартиры Становится невозможно Продают Городу Строительный Неликвид По завышенным ценам Выкупают Жилье в старых домах По заниженным ценам Землеотводы Старых домов Оказывается Стоят гораздо В разы больше Самого дома Вот поэтому Их и сносят И освобождают Вон вас Выселяют 3 миллиона долларов Под небольшим домом Под хрущобой Снесут Вам от этого Ничего Вы ничего От этого Не получите Вы вроде Сособственник дома И земельного участка Ничего подобного Это вам рассказали Гаврил Попов Был инициатором Приватизации Жилья О нем сейчас Все забыли Он отдыхает В своем Международном университете Уже много лет Такое гнездо Либерастии Самый такой Отпетый Лужков В этом деле Участвовал Лично Ельцин И вся прочая Либералистическая Так называемая Демократическая Сволочь тех времен Вот сейчас Докатилось Докатилось Законодательство До того момента Когда вам теперь говорят Что 25 лет назад Там что-то такое приняли Или Конституция 93-го года Была принята Сколько там 24 года назад Все это Не про вас Все это Не про вас И вы никакие Не собственники А вот Ресенское варье Будет собственниками Вы будете просто Дураками Все москвичи Превращаются в дураков У вас выворачивают Карманы И на реновацию Засыпают Вот эти 3,5 триллиона Рублей В карманы Негодяев Ресенской Собянинской И путинской Команды Обожравшаяся Сволочь На сайте Роснефти Была опубликована Информация О закупках Предметов Интерьера Для ООО РН Аэрокрафт В том числе Абурировали Бежевые пледы За 120 тысяч Рублей Штука И корницы По 83 тысячи Рублей Штука Вилки За 11 тысяч Рублей Штука И многое Другое РН Аэрокрафт Фирма Которая была Очереждена В 2010 Основным владельцем Компании Стала дочка Роснефти РН Актив Которая вложила 842 миллиона рублей В уставной фонд Аэрокрафта Компанию возглавляет Бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова И завхоз Роснефти Сергей Цой Бывший руководитель Компании Томас Хендель Является Советником Игоря Сечина С 2016 Года Вот такое кубло Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев Знаете Такой был Очень буйный Такой Очень правдолюбивый Журналист На Первом канале Давали ему выступать Сколь угодно И потом он стал Пресс-секретарем Роснефти Те, кто знают Леонтьева Лично Те считают Еще его По совместительству Не только пресс-секретарем Но и алкоголиком Но все-таки У него какие-то Просветы в мозгах Должны быть К нему обратились Как к пресс-секретарю Конечно, не как к алкоголику А он ответил Как к алкоголик В разговоре С корреспондентом РБК Он пояснил Что самолет На котором летают Сотрудники Роснефти Включая ее Исполнительного директора Топ-менеджеров И даже партнеров Должен быть обеспечен Качественными тарелками Вилками Ложками И другими средствами Для приема пищи Между тем Комментирую Оказанные на сайте Закупок Цены И покупку Пледа И чайные ложки Представитель Роснефти Назвал эти цены Разумными Теперь это разумно Когда ты жрешь Из этой посуды Пожираешь буквально Национальное достояние Это разумно А когда ты правдоруб Когда тебе не предоставляют Таких возможностей Ух, тогда ты гора Скритиковать То, что тебе Позволяют критиковать Ну, раз ты на Первом канале То есть Только то, что тебе позволяют Купили Михаила Леонтьева Вот за эти вилочки За эти тарелочки С чем и поздравляю Демократическую общественность Ваш демократ превратился В полного подонка На людей денег У этой сволочи, конечно, нет Госпрограмма помощи заемщикам Закончилась Неожиданно для них Как выяснилось Больше половины заявок На реструктуризацию Ипотечных кредитов Порядка 30 тысяч штук Были поданы Когда объем средств Выделенных на соответствующую Госпрограмму Закончился Переоформить свои кредиты Заемщики, обратившиеся за помощью В последние месяцы Уже не могут Госпрограмма помощи Ипотечным заемщикам Запущена в апреле 2015 года В рамках программы Банки Реструктуируют Проблемную ипотеку По ставке для клиента Не выше 12% годовых Часть ежемесячного платежа Заемщика Либо основного долга В случае валютной ипотеки Компенсируется Банком Государством А теперь уже нет Выплачивают Возмещение АИЖК А для этих целей Оно было Докапитализировано Из бюджета На 4,5 миллиарда Рублей Один заемщик В рамках программы Может получить от государства Помощь в развере Не более 600 тысяч рублей Ну а те кто по валютной Ипотеке покупал квартиры И там стоимость Пару десятков миллионов рублей Вот 600 тысяч Больше вам не дадут Даже раньше не давали А теперь их И этих-то денег не дадут Для участия в программе Граждане и их недвижимость Должны соответствовать Ряду требований Определимых правительством То есть еще и требования Должны были быть определенные Чтобы тебе эти 600 тысяч выплатили В ИЖК Впрочем указывают Что доля реструктуризации По программе помощи Не превышает 25% От их общего числа Банки более активно Оказывают помощь По собственным программам Обратиться за реструктуризацией В сам банк Заемщики могли всегда Но госпрограмма Предусматривала конкретные условия В то время как банки Договариваются на индивидуальных условиях Определяемых ими самими В одних случаях договариваются В одних не договариваются И мы знаем случаи Когда не договариваются вовсе А начинают изымать собственность И особенно валютная ипотека Это конечно обман У нас разрешено Хождение на странные валюты И вдруг Путин говорит Ну вы сами Сами пошли на это На то чтобы Купить валютную ипотеку Как будто у людей Есть выбор Их просто склоняют И говорят Ну смотрите По доллару Процент гораздо ниже А у нас вообще-то Рублевые ипотеки нет И гражданин не может выбирать Он покупает По ипотеке Квартиру Вроде рассчитывает Что он сможет Расплатиться за столько-то лет И тут вдруг бац Кризис И в несколько раз Доллар по отношению К рублю Дорожает И все И невозможно Не оплатить Проценты Не оплатить Основное тело Долга Не удержать в руках Эту собственность Которую тебя отнимут Ты выплатил уже Стоимость Этой квартиры А с тебя еще Сдерут Такую же стоимость А если у тебя нет денег То отнимут То что у тебя есть Вот такие законы Денег на граждан нет Российские граждане Теперь уже на помощь Родного в кавычках Государства Рассчитывать не могут Потому что денег нет Денег нет А вы держитесь Но деньги и теперь есть У американских граждан В поддержку благополучия Которых Наше правительство Выделало 13,5 миллиардов долларов Подняв Тем самым Уровень вложения В гособлигации США До 100 миллиардов долларов Вот на это У них деньги есть Это их резервный фонд Их Не наш Не государственный Это их резервный фонд То есть Путин На черный день На свой черный день Лично на свой черный день Хранит в американских Облигациях 100 миллиардов долларов Когда люди Особенно стали Страдать от кризиса Вот Те кто Покупал через Ипотеки квартиры Деньги вкладываются Не в то Чтобы спасти Граждан Спасти их Благосостояние Растянуть там Эти долги Там не знаю На 20 лет На 50 лет Нет На то чтобы Закупиться еще Облигациями Американского государства Так это проамериканский правитель А не про российский правитель Нельзя его сохранять Еще 6 лет Он просто загубит страну И так уже почти ничего не осталось Нет обороны Нет безопасности Нет экономики Все пошло прахом Понимаете Давно уже пошло прахом Просто столичные жители Они особо не чувствуют Вот сейчас только почувствовали Когда их Кинули с так называемой Реновацией Что-то почувствовали Но они ведь устанут Через полгода Ходить на митинги И все На этом все закончится Все просто умоются И будут жить Применительно к подлости Как Салтыков Щедрин писал Уж совершенные циники Руководитель миссии Международного валютного фонда В России Эрнесто Рамиро Риго Заявил Что Москва должна провести Масштабную пенсионную реформу Увеличив пенсионный возраст По его мнению Такие меры Приведут к улучшению Негативной Демографической ситуации В стране То есть просто Пенсионеры вымрут И это рекомендация Международного валютного фонда Обычно эти рекомендации Ельцин всегда выполнял Путин всегда выполнял Думаю Выполнит и на этот раз Давайте путинизм уничтожим И тогда все эти планы МВФ По поводу уничтожения Нашей страны Нашего народа Будут сорваны Я думаю Это единственный метод Другой прийти Должен принципиально Другой человек Национал-патриот Ни в коем случае Ни либераст Ни левак какой-нибудь Ни коммунист Не дай бог Должен прийти Национал-патриот Знаем мы таких людей Когда у меня спрашивают А кто же вместо Путина Да я человек 100 могу назвать Вместо Путина Которые заведомо будут лучше И образованнее И честнее И главное Будут на стороне своего народа И будут действовать в пользу Нашей страны А не против нее Заселение с другими народами Нашей страны продолжается Агентство по вопросам Внешней трудовой миграции При Министерстве труда Узбекистана Объявило о наборе Водителей для работы В Москве Всего российской столице Требуется тысяча Кандидатов из Узбекистана Свои? Зачем свои? Давайте из Узбекистана наберем Набор осуществляется По заявке Мосгортранса Чтобы вы знали Это вот Собянинская подлость Для работы водителями Городских пассажирских автобусов В Москве Водителям будет выплачена Зарплата В размере до 65 тысяч рублей Вы не хотите Москвичей взять На такую приличную зарплату 65 тысяч рублей Все-таки Для Москвы Очень неплохо И для водителя Будет очень хорошо Зачем нам Узбекистан? Зачем нам узбекские водители? Мы знаем зачем Для того, чтобы Уничтожить русских водителей Чтобы их просто не было Чтобы люди не имели Средств к существованию И вымерли побыстрее Вот эта цель Путина, Собянина, Ресина И всей этой шоблы Этнический мятеж В Татарстане Продолжается Продолжается усиливаться Компонент Нерусский И антирусский Шесть лет Ждали там Жители Одного из районов Чтобы им построили школу Выходили на пикеты Писали обращения Каждое утро Возили детей на учебу Через весь город В другие школы Ближайшая школа В которой Ребятишки микрорайона Были прикреплены По прописке Находилась через Три автобусных остановки Далековато Особенно для Младшеклассников Остальные школы Еще дальше Но Недолго ликовали граждане Когда узнали о том Что школу таки построят Со страницы гимназии Которую Открыли в соцсети Они узнали Что Полилингвальная школа Так она была названа Будет на самом деле Татарской гимназией И обучение По ряду предметов Будет идти Только на татарском языке И вообще И школа-новостройка С двумя бассейнами Выбрана властями В качестве площадки По реализации Республиканской программы Сохранения и изучения Развития Государственных языков Республики Татарстан И других языков На самом деле Под этим Благовидным названием Скрывается просто Татаризация Население Население Татарстана Даже татары Хотят больше изучать Иностранные языки А не татарский язык Потому что Язык общения в России Это русский язык Русский язык Обычно и татары Все знают с рождения Редко кто Имеет именно татарский язык Как единственный Родной язык Русский язык Является и для татары И для русских Языком Который они знают С рождения Родным языком Вместо этого Им впихивают татарский Вот организовали Огромную школу Привилегированную школу Гимназию С двумя бассейнами Именно для того Чтобы изучать Заставить Граждан изучать Татарский язык Заставить Именно это И является Так называемой Национальной политикой Кремля И местных Вот этих Этнических царьков Которых Путин расставляет Всюду по России Упоров в этой Гимназии Номер 180 Будет Не на иностранные языки А на татарские В каждой параллели Планируется создать По 4 татарских класса И один не татарский Оповестил родители Через соцсети Об этом Директор гимназии И естественно Татарин Эльдар Саяхов Пояснив Что 80% заявлений На поступление в гимназию Подано от детей татар То есть Если это дети татар Значит они все должны Изучать Но только не русский Не русскую культуру Не русский язык Ничего русского Только татарское То есть они готовят Этнический переворот Готовят своих янычар Для того чтобы Истребить все русское На территории Татарстана Хотя Татарстан Это вообще-то Русская земля Татарстан придумали Большевики Не было никогда До большевиков Ничего подобного Казанская губерния была Да Там жили татары Да они и по всей стране Живут И половина татар Живут не в татаре А по стране Так что мы всех их туда Загоним в Татарстан И огородим забором А всех русских Оттуда выгонят Так что ли Вот такая на самом деле Политика Нынешних живодеров Которые обосновались В Кремле И в татарской власти Которые заодно Действуют Вот с этой живодерской Кремледью Так Голубой ворюга Оказывается Думский спикер Володин Нищищ А его семье Помогает 81-летняя Лидия Барановская Его мама На которую записаны Все активы Включая два Охотничьих хозяйства Общей площади Почти 70 тысяч гектар А соратниками По бизнесу Барановской Являются друзья Сподвижники Вячеслава Володина И их родственники А также ряд руководителей Местного масштаба Смоленской области Где и процветает Бизнес 81-летней старушки Вот таких людей Путин ставит На ключевые посты Понятно что Спикером Госдумы Этот человек Смог стать Только при прямой поддержке Прямом даже требовании Путина К так называемым Парламентариям Которые уже Конечно Никакими парламентариями Не являются Потому что Им не о чем говорить И они никого не представляют Это шайка-лейка Просто Которая распределяет Должности Государственные должности Которые мы Избиратели Оплачиваем Из своего кармана Ну они же зарабатывают Из нашего кармана Они берут все эти деньги Ну еще тут На закуску Такой Жестокий элемент Информацию я тут Прочитал Меня она ужаснула Что происходит в Израиле Нам все время В патриархии Говорят у нас Общие нравственные ценности С аудеями Мусульманами С другими конфессиями Наверное даже С шаманами Которые в бубен стучат Общие у нас ценности Они так полагают Ну и все кто занимается Межрелигиозным общением Они тоже абсолютно Почему-то уверены Что у нас общие ценности Вот в Израиле Думают совершенно по-другому На площади перед синагогой В районе Неви-Рабин В Орж и Ягуде Был разведен костер Из сотен книг Нового Завета Сожжение священного писания В сообщениях Израильской информации Оно фигурирует Как крамольная литература Проходило под руководством Вице-мэра Узи Аарона А помогали ему Учащиеся местной Религиозной школы Яшивы Вот об этом сообщает Местная газета Маариф По словам Вице-мэра Узи Аарона Члена партии ШАС Всемирное единство Сефардов Соблюдающих Тору Эта акция была Ответом на злочинные действия Христианских миссионеров Проповедующих Христа Распятого Среди жителей города В частности На прошлой неделе Как написано В этой газетенке О которой я сказал В районе Неви-Рабин Миссионеры Раздавали всем желающим Сотни книг Нового Завета В связи с этим Аарон заявил Что он Как иудей Был вынужден Заняться этой проблемой Чтобы оградить горожан От агрессивной Христианской пропаганды Ауся Аарон Выехал в район Где ранее вели Проповедь Христианские миссионеры И потребовал От жителей Этого района Сдать полученные От христиан Книги В то же время Учащиеся религиозной школы Обходили квартиру за квартирой И собирали книги Из которых позже Был сложен Огромный костер Аарон Как информирует Издание Остался доволен Мероприятием Ведущий еврейский Научный авторитет Равин Одинштейнзальц Одинштейнз Я не смогу это пронести Равин Одинштейнзальц Заявил О своем отношении К евреям-христианам Так чтобы Мы тоже понимали О чем идет речь Существует преступление Которым нет равных Совершивших его Называют Мишумадим Уничтоженные Это те Кто изменил Верю отцов Гораздо лучше быть Законченным негодяем Последним подлецом Чем креститься Я говорю О его социальном статусе В еврейской среде Верат Ступник Стоит на самой нижней ступеньке Он предатель Не просто дезертир А настоящий перебежчик Переминдывшийся в лагерь Злейших врагов Своего народа Для нас, евреев Примирение с христианством Несхоластический Богословский вопрос Это обнаженная рана А для нас, христиан Это что? Для нас Это не преступление? Для нас нормально Ездить в Иерусалим И к стене плача Подходить и надевать Ермолку Как это делает Путин Или Лужков Или тот же Ресин Это нормально? Нет Эти люди для нас Тоже являются предателями Мы можем к разным верам Относиться Но уж если Человек Вот все то, что я прочитал Воспринимает как норму И считает возможным Надеть на себя Ермолку И ассоциироваться С самыми гнусными Антихристианскими Высказываниями Он является предателем И в этом смысле И руководство Московской Патриархии И руководство Российской Федерации Являются предателями А предателей Необходимо изгонять Отовсюду Из власти И даже из личного общения И это задача Русских людей Удалить из власти Всех, безусловно Всех предателей И воров А это в наших условиях В общем-то одно и то же Вор становится предателем Предатель становится вором А нам нужна Русская власть Россия Русскую власть Русская 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 власть Продолжение следует...